Вскоре после прибытия в Далину Соленого озера, святые последние дни начали строительство святого храма. Они чувствовали, что наконец нашли то место, где можно поклоняться Богу спокойно и без гонений. Однако, когда строительство фундамента храма близилось к завершению, стало известно о приближении подразделений армии США намеревающихся насильно выдворить нового губернатора. Церковные руководители не знали, насколько враждебно настроена армия, и Бригам Янг велел святым свернуть работы и засыпать фундамент храма. Я уверен, что некоторые члены церкви недоумевали, почему их старания построить Божье царство постоянно встречают сопротивление. Наконец, опасность миновала, фундамент храма откопали и тщательно осмотрели. И тогда строители-пионеры обнаружили, что многие камни из песчаника дали трещины и оказались непригодны для фундамента. Поэтому Бригам заменил их на массивные гранитные блоки, достаточно прочные, чтобы выдержать стены величественного храма в Сотлэк-Сити. «Наконец, святые могли петь гимн, крепка у святые основа основ, зная, что их святой храм построен на твердом основании и будет стоять много поколений». Эта история показывает нам, как Бог использует невзгоды для достижения своих целей. Если это кажется нам знакомым, учитывая те обстоятельства, в которых мы ныне находимся, то это потому, что так оно и есть. Не думаю, что среди тех, кто слышит мой голос или читает мои слова, найдется хоть кто-то, кого бы не коснулась всемирная пандемия, тем, кто скорбит о потере семьи и друзей. Мы скорбим вместе с вами. Мы молим Небесного Отца утешить и поддержать вас. Долгосрочные последствия этой вирусной инфекции затрагивают не только физическое здоровье. Многие семьи потеряли доход, им грозит голод, неопределенность и смятение. Мы восхищаемся самоотверженными стараниями столь многих предотвратить распространение этой болезни. Мы смиренно склоняемся перед тихой жертвой и благородными трудами тех, кто рискует собственной безопасностью, поддерживая, исцеляя и укрепляя нуждающихся. Наши сердца полны благодарности за вашу доброту и сострадание. Мы горячо молимся, чтобы Бог открыл отверстия небесные и наполнил вашу жизнь вечными Божьими благословениями. Об этом вирусе еще многое неизвестно. Но я твердо знаю одно. Этот вирус не застал врасплох небесного Отца. Ему не пришлось собирать дополнительные батальоны ангелов, созывать экстренное собрание или отвлекать ресурсы от дела сотворения миров для урегулирования неожиданной потребности. Мое сегодняшнее послание о том, что хотя эта пандемия не то, чего мы хотели или ожидали, Бог подготовил своих детей и свою церковь к неначнему времени. Мы это выдержим, да. Но мы будем не просто стискывать зубы, держаться и ждать, пока все не вернется к прежней норме. Мы будем двигаться вперед, и в результате станем лучше. В некотором смысле мы семена, а чтобы семена достигли своего потенциала, их надо закопать, прежде чем они смогут прорасти. Я свидетельствую, что хотя мы можем порой и чувствовать себя закопанными жизненными испытаниями или окруженными эмоциональной тьмой, любовь Бога и благословение восстановленного Евангелия Иисуса Христа приведут к прорастанию чего-то невообразимого. Каждое устроение сталкивалось со своими периодами испытаний и лишений. Енох и его народ жили во времена нечестия, войн и кровопролития, но пришел Господь и пребывал со своим народом. Он задумал для них что-то невообразимое. Он помог им воздвигнуть Сион, народ одного сердца и одного ума, который пребывал в праведности. Юного Иосифа, сына Иакова, бросили в ров, продали в рабство, предали и покинули. Иосиф, должно быть, задавался вопросом, не забыл ли его Бог? Бог задумал для Иосифа что-то невообразимое. Он использовал этот период испытания, чтобы укрепить характер Иосифа и дать ему возможность спасти свою семью. Подумайте о Джозефе Смите, пророке, когда он был заточен в тюрьме Либерти. Как он молил о помощи для страдающих святых? Он, должно быть, задавался вопросом, как установить Сион в таких обстоятельствах? Но Господь возвестил ему мир, а последовавшее за этим чудесное откровение принесло покой святым, и оно продолжает приносить покой нам с вами. Сколько раз в первые годы Церкви Иисуса Христа святых последних дней святые приходили в отчаяние и задавались вопросом, не забыл ли их Бог? Не забыл ли их Бог? Но через гонения, опасности и угрозы истребления Господь Бог Израилев задумывал для своей маленькой паствы что-то другое, что-то невообразимое. Что мы узнаем из этих и сотен других примеров из Священных Писаний? Первое. Праведникам не дают бесплатный пропуск, позволяющий им избегать долины тени. Мы все должны проходить через трудные времена, ибо именно в эти трудные времена мы познаем принципы, которые укрепляют наш характер и побуждают нас приближаться к Богу. Второе. Наш Небесный Отец знает, что мы страдаем, и поскольку мы Его дети, Он не оставит нас. Подумайте о сострадательном человеке, Спасителе, который посвятил свою жизнь служению больным, одиноким, сомневающимся и отчаявшимся. Вы думаете, Он меньше переживает за вас сегодня? Мои дорогие друзья, мои возлюбленные братья и сестры, Бог будет присматривать за вами и направлять вас в эти времена неуверенности и страха. Он знает вас, Он слышит ваши борьбы, Он верен и надежен, Он выполнит свои обещания. Бог задумал что-то невообразимое лично для вас и для всей церкви. Чудное дело и диво. Наши лучшие дни впереди, они позади. Вот почему Бог дает нам современные откровения. Без Него жизнь напоминала бы кружение самолета в ожидании того, когда рассеется туман, и мы сможем благополучно приземлиться. Господни цели в отношении нас гораздо выше, поскольку эта церковь живого Христа и поскольку Он направляет своих пророков, мы движемся вперед и вверх, туда, где никогда не бывали, к таким высотам, которые едва ли можем вообразить. Это не значит, что мы не будем испытывать турбулентности в своем полете через земную жизнь. Это не значит, что у нас не будет неожиданных отказов приборов, технических неполадок или серьезного ухудшения погодных условий. На самом деле, все может стать хуже перед тем, как станет лучше. Когда я был пилотом истребителя и капитаном авиалайнера, я усвоил, что хотя я не могу выбирать невзгоды, с которыми столкнусь в полете, я могу выбирать, как мне к ним готовиться и как на них реагировать. В кризисные времена необходимо спокойствие и разумное доверие. Как нам этого достичь? Мы сталкиваемся с этими фактами и возвращаемся к основам, к главным принципам Евангелия, к самому важному. Вы укрепляете свое личное религиозное поведение, например, молитву, изучение священных писаний и соблюдение божьих заповедей. Вы принимаете решения, исходя из самых надежных практик. Концентрируйтесь на том, что можно сделать, а не на том, чего сделать нельзя. Формируйте свою веру, прислушивайтесь к наставляющему Слову Господа и Его Пророка, которое приведет вас к безопасности. Помните, это Церковь Иисуса Христа. И Он стоит у руля. Подумайте о множестве вдохновляющих успехов, достигнутых только за последние десятилетия. Вот лишь малая их часть. Был вновь подчеркнут статус причастия как средоточие нашего богослужения в день субботний. В качестве реализуемого в стенах Дома при поддержке Церкви инструмента для укрепления отдельных людей и семей, был учрежден учебный план «Приходи, следуй за мною». Мы перешли на более высокий, более святой способ учреждения служения всем. По всей Церкви распространилось использование технологических достижений для преподавания Евангелия и выполнения Господней работы. Даже эти сессии Генеральной Конференции были бы невозможны без чудесных технологических инструментов. Братья и сестры, Христос стоит у руля, и все будет не просто хорошо, а невообразимо. Сначала могло показаться, что всемирная пандемия будет преградой напусти Господней работы. Например, стали невозможны традиционные методы проповедования Евангелия. Однако пандемия открывает новые и более творческие способы обращения к тем, кто честен сердцем. Работа по собиранию Израиля наполняется силой и энтузиазмом. Об этом повествуют сотни и тысячи историй. Одна милая сестра, живущая в прекрасной Норвегии, написала нам о недавнем росте числа крещений. В местах, где церковь малочисленна, написала она, группы становятся небольшими приходами, а небольшие приходы становятся приходами. В Латвии одной женщине, открывшей для себя церковь, щелкнув по объявлению в интернете, так не терпелась узнать о Евангелии Иисуса Христа, что она подключилась к беседе на час раньше, и прежде, чем миссионеры закончили первый урок, попросила их назначить дату крещения. В Восточной Европе женщина, которой позвонили миссионерке, воскликнула, «Сестры, почему вы не позвонили раньше? Я так ждала». Многие наши миссионеры сейчас более заняты, чем когда-либо ранее. Многие обучают больше людей, чем когда-либо ранее. Наблюдается более тесная связь между прихожанами и миссионерами. Раньше мы, похоже, были так привязаны к традиционным подходам, что потребовалась пандемия, чтобы открыть нам глаза. Возможно, мы все еще строили из песчаника, когда уже был доступен гранит. сейчас мы поневоле учимся использовать самые разные методы, включая технические, чтобы предложить людям обычным и естественным образом прийти и увидеть, прийти и помочь, прийти и приобщиться. Это работа Господа. Он предлагает нам находить Его способы, вершить ее, и они могут отличаться от привычных нам. Так было с Симоном, Петром и другими учениками, которые рыбачили в Тивериадском море. Не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Он же сказал им, закиньте сеть по другую сторону лодки и поймайте. они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Бог являет и будет впредь являть Свою всемогущую руку. Придет день, когда мы оглянемся назад и поймем, что в это время невзгод Бог помогал нам находить лучшие способы. Его способы строить Его Царство на твердом основании. Я свидетельствую, это работа Бога, и Он будет впредь совершать много невообразимого среди Своих детей, Своего народа. Бог держит нас в ладонях Своих заботливых и сострадательных рук. Я свидетельствую, президент Рассел Нельсон, пророк наших дней. Как апостол Господа, я предлагаю вам с бодростью делать все, что в ваших силах, и стоять тогда спокойно, с полной уверенностью, дабы увидеть спасение Божье и явление руки Его. И я обещаю, Господь будет производить невообразимое из ваших праведных дел. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисуса Христа.